Ребят, всем привет! С вами Inspire99 и в сегодняшнем с вами видео мы поговорим про Объекты 263. Постоянные зрители моего канала знают и я сейчас, наверное, скажу для тех, кто может только случайно зашел или как-то попал. На своем канале я иногда выкладываю бои свои, да, именно где... Ну вот, не то, что бывают они и в гайдах, именно я говорю вот про эту рубрику, типа вот учимся на моих ошибках и тому подобное. Inspire99 на... и вот это вот из подобного жанра, то есть я выкладываю бои именно, которые вот чем-то запомнились, либо они были интересны, либо вот хотя бы что-то в них было. В этом бою было все. И интересно, и запоминающийся, и в принципе даже где-то нагибной, и вообще. Постоянные опять-таки зрители моего канала знают то, что я прокачивал ветку Объекта 2684, я уже купил, на стриме мы делали, среду 4300, по-моему, держали. Ну, короче, вот. Это мой Объект 263, я его, к сожалению, продал, потому что, ну, поднаигрался, я 48, по-моему, боев на нем провел, или 46. И это первый мой бой был с топовой пушкой. Честно говоря, я не думал то, что там слишком большая разница будет, но она оказалась прям очень-очень большая, потому что тогда, когда я тестил, то танк был давно, и, может, тогда опыта не хватало, а сейчас здесь всего хватило. Ну, короче, карта у нас Песчаная река, и я решил вот поехать куда? Ну, на центр, в принципе, смотрю в топе, тяжей хватает, думал здесь попадаться с ними, но как-то изначально все не пошло. Здесь только вниз, Скорпион сзади, понимая то, что Т30 уже стоит там на балконе, и все. Я решил все равно плюс-минус держаться здесь на центре, потому что, ну, как таковых других событий интересных не происходит. Можно было с Т26Е5 поехать, допустим, по А-линии, да, но тоже, как бы, кто знает, кто там стоит, и от рельефа, но это тоже такое, сейчас все играть. Поэтому я решил пока держаться центральной позиции, ибо в топе, потому что, если вдруг откуда-то слив пойдет, можно будет центр легко переехать. Что делать, допустим, с другого или со второго фланга будет очень проблематично. Ну, и, как оказалось, в принципе, это была неплохая позиция, здесь и Туртул подставлялся, и из второй. Бой, единственное то, что, да, оно, как бы, это здание закрывало, и 49-ка. Ну, то есть, такой бой, знаете, постепенный, я от него ничего сверхъестественного не ожидал. Скорее всего, я попал в Скорпиона, честно говоря, я не помню, нужно будет потом по итогам посмотреть. Вот, честно, не выпало из головы, да и я как-то забыл. Вот, и пока держался здесь на центре. Опять-таки, посмотрю на миникарту, вижу то, что у нас дела справа идут не очень хорошо, что впоследствии, ну, как бы, и будет. Здесь ИС-2 подставляется, ну, он даже сам-то его не ведает, он немножко высунул, и ему прилетело. Тоже чумачечий выстрел такой зашел. Опять-таки, я еще смотрю на центр и понимаю то, что по центру практически вообще никого нету. То есть, ну, какая-то странность. Я понимаю то, что там всего лишь по одной ЛТ, но и та, вон, 49-ка, и та, они там вместе ездят, и все. Ну, то есть, центр проседает, и это даже где-то в плюс. Опять-таки, один АИКВ остался справа, и я понимаю то, что это проблема. На центре у нас Хеллкат, Т-28 HTC, танки, пускай не с самым высоким бронепробитием, допустим, для Суперконя, или, ну, нет, для Суперконя, для Конкурора, того же АМХ, тоже так с наскоку не пробьешь. Поэтому я понимаю то, что нужно немножко посмотреть, в случае чего, на центр. И вообще, у меня даже была, по-моему, да, мысль отъехать, но пока я придерживаюсь здесь, потому что вроде все идет, АМХ, тем более, на центр поехал. Ну, а как бы Хеллкат не поедет, там, что-то форсировать, да, а вот Конь вполне может, но он тоже, в принципе, не поехал, я не знаю, с чем это связано. Опять-таки, мы проиграем 2000 по ХП, это уже, ну, вот видите, даже, да, там, полторы-две тысячи. Я понимаю то, что в таком бою тут каждая единица может спасти, тем более всего три топа у нас, у них четыре, это уже минус. С восьмерок, в принципе, у нас тоже немного, у них одна восьмерка, у нас тоже одна, и по семеркам. Вот, тут я замечаю то, что они решили туда не ехать, АМХ прям вообще как-то стоит так, то, что я ему раздаю плюху, и все, и Хеллкат. То есть, они по нулевой, по девятой линии не захотели рашить, решили выйти через центр, ну, и, в принципе, это для них закончилось плачевно. Опять-таки, тут Т-30, и вот здесь прям все подставляется ко мне, и, ну, я не знаю, как я Т-30 попал именно туда, в щечку, хотя я метил в нижнем ранее, но, по-моему, вторым выстрелом я все-таки ему дам, так, а, да, вот я вторым даю, он подставляется, здесь корпус выцеливает свой, и все. Ну, как бы он подставляется. Единственное, вот три, три танкиста, да, так сказать, на Хеллкате, на коне, на АМХ, немножко залажали им бой, потому что, ну, зачем было выезжать вот так вот на центр, хотя они могли все это запушить. В принципе, работая по подсвету, Хеллката, они могли все это подпушить, подойти по нулевой линии, держаться, плюс еще арта бы покидывала. Ну, короче, у них, ну, какая-то очень странноватая тактика была, в принципе, вот я с ними и потом поеду встречаться. Пока нанес 1722 урона, даже натанковал больше, но, возможно, еще и зашло в Скорпиона. Здесь, по-моему, я по АМХу дам, он опять-таки очень странно как-то играет, по сути, с моих двух плюх он и ушел плюс-минус в ангар. Сколько я ему вот нанес? 521, и сейчас я, точно говоря, просто полные цифры не помню. Здесь я ему опять даю, он, по-моему, даже на меня не смотрит, то есть не обращает внимания, я ему даю, то есть, ну, настолько вот нелепо играет игрок, непонятно. Также засвечивается еще и хелкат, то есть, вот, пожалуйста, все здесь, по-моему, по хелкату я не успеваю, он уедет, по-моему, я заберу АМХ, нет, или АМХ, не помню, говоря. А, вот, все, конь, я здесь понимаю то, что арта, я вижу коня, и, как оказалось, он на сток пушки, это прям вот мне очень-очень поможет потом. По-моему, здесь я решил дальше принять бой, смотрю то, что по ХП мы, в принципе, плюс-минус сравняли, но у нас, как бы, меньше на фраг. У них, опять-таки, три девятки, я это замечаю, одна восьмерка, а у нас только две девятки и семерки, то есть, дела обстоят печально, опять-таки, по мобильности, но только я и два хелката, все, то есть, Type, HTC, как бы, все в минус, у них хелкат, у них, как бы, стерва еще может там что-то здесь поделать, а у нас здесь, ну, как бы, проблемы с этим. Вижу то, что 20 в Т-28 HTC, супер хелкат, им абсолютно наплевать на базу, хотя видно то, что, ну, по центру постепенно начинает форсировать, и здесь остается супер хелкат, я понимаю то, что это танк доза света особого, там, что-то он не постреляет, в особенности в коня, если тот будет танковать. Ну, я решаю помогать ему, и, как выяснилось, не зря, вполне, я решил вообще заехать через, через нулевую, то есть, через это ущелье, по-моему, я решил, но потом я получил подсвет, и мне ничего не оставалось, как поворачиваться и принимать бой. Вот видите, хелкат тоже чекает именно центр, хотя, в принципе, я не думаю то, что конь бы пошел, потому что слишком большая притяжка, как раз хотел зайти сзади, но тут замечаю супер коня, и мне очень везет. Вот, я замечаю то, что он на сток пушки, ну, здесь он пропускает, и вот хелкат, непонятно, как он, а, нет, он по мне не стрелял, по-моему, здесь, по-моему, арта сейчас начнет кидать, то есть, в этом бою прямо она что-то меня фокусила, вот. По-моему, дальше, да, вот-вот, конь начинает поджимать, хотя он на сток пушки, я не знаю, почему я здесь его не пробиваю, вот, непонятная у них комбашенка, если честно, у великобританцев тоже. Опять-таки, замечаю слева то, что Т-28 непонятно что делает, он поджимает, а что поджимать, как бы, тайп, он туда-сюда и сольется, потому что под артой, под стервой, под Т-30, то есть, ну, как бы, туда-сюда. Давно бы я бы запушил суперконя, но хелкат будет мне доставлять неприятности, здесь он подставляется, но мой снаряд, конечно, волшебным образом не попадает. Арта все продолжает и продолжает нагидывать, я замечаю то, что у нас уже остается втроем, и, как бы, здесь уже, ну, не вариант, здесь чудотворным образом попадает арта и забирает хелката, я уже думал, ну, куда можно еще смотреть, если не сюда. Я решаю то, что, ну, как бы, если те четыре машины там, грех не забирать суперконя, я понимаю то, что будут варианты, что может арта кинуть, что он может попробивать, но вариантов нету, как бы, еще, может, арта своя кинет. Поэтому я решился все-таки ехать вперед, если я не ошибаюсь, то, по-моему, еще один выстрел я от него получу, а дальше идет уверенно. Да, вот здесь я его начинаю поджимать, здесь, по-моему, опять-таки арта бросает, то есть, она целый бой меня фокусит, а, все, и здесь он мне ничего не может сделать. Ну, как бы, я понимаю то, что забираю суперконя, ну, там еще Т-30, по-моему, на одну тычку, у меня стерва, стерва очень непростой соперник, и вот с этим будут проблемы. Т-25 АТ, я понимаю то, что это, ну, плюс-минус, как бы, это все выцеливается, и тут опять-таки от арты. То есть, за небольшой промежуток времени я получил четыре выстрела от арты. Понимаю то, что мы, как бы, со своим братом-артоводом, да, пускай они мне не родные, да, такие сводные, я остаюсь наедине. И что мне получается? Нужно ехать обратно. Здесь я, вон, краску, конечно, разливаю, ну, пускай. Еду обратно с ГВ Пантерой, и все, что нам осталось сделать, это принимать. Я понимаю то, что, ну, как бы, через центр не совсем фонтан ехать им, потому что, ну, я только что там был, и, как бы, не так. А вот ехать через К-линию, да, как бы, там можно и за бугорками спрятаться, ну, и, типа, пока 2-6-3 перетянется, можно арту убить, и все такое. Ну, и я понимаю это, еду обратно, потому что в центре воевать мне тоже, как бы, не сураки, там, легко выцелить. И, опять-таки, арта постоянно китает этот буротос, я, ей-богу, надо было ему написать, типа, что я тебе плохого сделал. Вот, может, что-то выцеливал. Ну, и все, я понимаю то, что нужно сразу прочекать вот эту линию, прям очень-очень сразу, потому что, если кто-то ехал, то перебить на перекатке или хотя бы обладать какой-то инфой. Ну, я выцелюсь, никого нету, и тут Т-25АТ. В принципе, я предполагал то, что плюс-минус он-то и должен поехать, ему стоять нету. ХП у него было полное, потому что он ни под кого. Здесь было непросто. Здесь я вижу Т-30, но он каким-то невероятным образом, почему-то ноль внимания на меня. Я и Т-25, и Т-30 в цели, и он просто подставляется. Он подставляется, и все, это сливается. Дальше идет Т-25АТ, и я не знаю, почему он выкатывается. Он думал то, что у меня слишком долгое ХП, КД, но я спокойно, плюс арта еще дает, я спокойно стреляю и добираю его. Все. Что он сделал, я не понимаю. Ну, как бы, очень странно было. Я понимаю то, что Стерва, я вот часто говорю, я понимаю, но, блин, так и было по ходу боя. Давайте скажу так, я соображаю то, что Стерва стоит сзади. Тогда у меня не было счетчика ХП, я даже не представлял, сколько у него ХП. Это сейчас показываю 965. Это я позже мод установил. А сейчас я понимаю то, что нифига я ничем не обладаю, ничего нет. Если она фуловая, мне перестреливаться не вариант. Мне нужно ехать. Ехать через К-линию вариантов нету, потому что я подсвечусь. Ну, и как бы там на поджиме, если я даже на Г попаду, да, вот я сейчас так сделаю, вот мышкой. Если я даже буду на Г-квадрате, допустим, у меня будет тоже очень сложно и вариантов, ну, никаких. И я решаю либо через центр, либо через самый дальний-дальний объезд. Ну, я подумал, через самый дальний, через ущелье ехать. Ну, такое еще себе, потому что там пока на горку поднимемся, все-таки уже 3,5 минуты осталось. И время поджимать. Я решаю, как бы, через центр. И все. Я вижу то, что арта, в принципе, тоже двигается. Соображают, что нужно кидать снаряды свои поближе, чтобы, как бы, расстояние было поменьше. И я вот абсолютно полностью ситуацию всю понимаю, что вот вся ответственность сейчас лежит на мне. То есть, как я сыграю, так и будет. В принципе, я надамажил там плюс-минус, да, 4 трикста. Для меня на девятке это нормальные показатели. Тем более, в таком бою на Песчаной реке это далеко не самая простая карта для, не знаю, для настрела. Хоть она и просторная, хоть и много коридоров и прострелов различных, но все равно непросто. Я решаю здесь ехать и потом выехать вот на С1. Думаю, будет, что будет, как бы, ну, в любом случае ждать, сидеть, это такое еще себе. Ничье я тоже не хочу, потому что, ну, блин, нафиг ничья, ничья и поражение, как бы, особой разницы не сыграют. Что там, что там, бидно, даже, наверное, при ничьей еще и больше обидно, чем при поражении. Поэтому я решаю вот через самый-самый дальний вариант ехать. И здесь каким-то чудом, я не знаю, для чего сюда поехала, арта. Вот, Буратос, он, по идее, вот сейчас должен засветиться. Он засвечивается, плюс ему еще кидали, и я ему отомстил вот за все. Просто за все, что было, и я ему накинул. Понимаю то, что стерва может скинуть, и я чуть прячусь и продолжаю ехать. Вот, также я понимаю то, что через С1, скорее всего, выезжать уже будет сложновато. Здесь я немного маншу, хотя не знаю для чего. Здесь я побоялся то, что он по мне попадет, но он даже не смотрел. И вы сами поймете почему. Опять, ну, я, в принципе, своего плана придерживаюсь. Туда еду, еду, и, ну, думая то, что через С1 уже, ну, объезжать как бы точно не вариант. Сначала думал через всю деревню проехать, потом нет. Думаю, проеду через право и через ущелье вниз, и буду пытаться выкатываться. Типа, если он будет целить сюда, то я пойду вот снизу. Опять-таки, видите, еще ЧКП показывает то, что у нас больше, и, по сути, у стерва там немножко. Но я тогда таким не обладал, я не знал. Но, по факту, видите, как все и оказалось. Я здесь еду, понимаю то, что времени мало, и, скорее всего, он должен на базе стоять, меня поджидать, и, типа, потом постарается за артой поехать. Здесь я немножко ошибся. Я думал, сейчас вот я выйду справа и приму бой. Будь что будет, типа, подставлю свой бронелиз, попробую ему дать, откатиться, может, арта. И здесь я замечаю просто, вау, он у нас на базе. То есть, я понимаю то, что он очень уязвим. Арта пока еще внизу. Он пойдет по-любому ее убивать, и мне нужно как можно скорее ехать туда. Вот я даже в чат пишу, сколько ХП, потому что, ну, я реально не знал. Я бегу туда, скорее понимаю то, что он поедет за артой. Он будет либо вниз, либо с одной стороны, либо с другой. Базу ему захватывать незачем. Ждать меня незачем, потому что я очень далеко. И вот здесь я топлю как только могу. Я, наверное, чуть ли клавишу на клавиатуре не сломал, но серьезно, я топил как мог. У меня было, ну, даже немножко волнение, потому что бой 15-минутный, и вот такая вот концовочка развязная. Здесь вроде бы, я вот сколько на повторе смотрел, нет, но я как будто заметил, что что-то, вот. Я заметил крайне то, что упала пальма. Я понимаю то, что он внизу. Вот она, стерва, 615 ХП. Я свожусь, на верочку даю, и здесь я уже радуюсь, такой еду. Да, ну все. И самый главный конец. Вот такой. И все. И здесь меня не хватило. Он ушел и отъехал спокойно. И все. И мне не хватило. Вот это самое было обидное, что только можно было представить. Это самый мой обидный бой. Я не знаю, я пытался здесь размансоваться, и все. Это косяк. Я уже ехал, отвечаю, я чуть ли не кричал. Думаю, да, затащил. И в итоге вот такой вот фейл. Поэтому, ребята, будьте внимательны. Не прыгайте вот так. И я, ну, сам, сам слил. Сам виноват. Хотя, тащил сколько мог. Вот такие бои. Очень обидные. Самый обидный мой бой за 2019 год. Но как-то так. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Если вам понравился бой, лайки, дизлайки, комментарии. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok